Всем привет! И сегодня у нас на обзоре будут сигареты Alex Blue Label Super Slims. То у меня был формат Slims, теперь именно Super Slims. То есть эти у нас уже классические тонкие, более привычный для нас формат. Так выглядит пачка предупреждалки на армянском языке. У нее скошены только два угла, садние ровные, как видите. Снизу у нас окошечко есть по цене и номер партии, но там никаких надписей нет. Показатели такие же 3.0.2. Здесь у нас указан производитель и штрих-код. Внутри у нас такой вырез интересный и бумага здесь обычная под фольгу. В версии Slims, кстати, там была такая белая с многократно выбитой надписью изготовителя. Здесь она обычная, как бы под фольгу. Ну и надпись, куда претензии отправлять. Сами сигареты выглядят следующим образом. Белый фильтр, синим написано Alex. Такой вот. Есть такие 3 ромбика сложенные, узор серого-серебристого цвета, некурительный обод. Два кольца перфорации и фильтр-колодец. По набивке набиты хуже, чем версия Slims. Там, помните, она лопнула. А здесь полностью вот так вот смялась. Ну, это, в принципе, и неудивительно. Большая часть сигарет формата Super Slims набиты вот именно так, как я вам сейчас показал. Так что я даже не знаю, минус это или нет. Это обыденность. Фильтр обычный, ацетатный, без угля. Сливочная составляющая присутствует, как и в Slims. Только вот здесь фруктовой как-то составляющей особо я не чувствую. Сейчас посмотрим, что в аромате. Да, в аромате, кстати, тоже. Сливочные, молочные нотки такие присутствуют. А фруктовой сладости нет. Просто если сравнивать их с версией Slims, то есть вот с вот этой. Я бы даже сказал, что они более сливочные, чем тот вариант. Очень мягко проходят. Ни першения, ни резости никакой нет. Хорошо держат пепел. На мой субъективный взгляд, горят быстрее, чем версия Slim. Слим. Крепость, ну как я уже показывал, 0.2. Но в версии Slims чувствовалось где-то на 0.4. Здесь чуть полегче. Может на 0.3. Ну, наверное, за счет того, что формат. Как бы они тоньше, и, видимо, из-за этого крепость воспринимается как бы меньше. То есть довольно легкие сигареты на любителя именно по крепости. Потому что я, например, предпочитаю покрепче. Но у них также насыщенный вкус. Только вот разница между этими двумя версиями заключается в том, что, ну повторюсь, здесь сливочная и такая фруктовая сладость чувствуется. А здесь тупо просто такая сливочная составляющая. И она более выражена, чем в тех сигаретах. И во вкусе, и в аромате. То есть здесь вкус идентичен аромату сигарет. Ну, в принципе, я любитель чего-то такого сливочно-молочного в сигаретах. Поэтому мне они понравились. Хотя и формат не мой, и крепость не моя. Но тем не менее. Тем не менее, они достаточно насыщенный вкус имеют. И ароматы это радует. Что немаловажно при выборе сигарет. Напишите, если встречали такие сигареты у себя. Потому что, я так понимаю, это, наверное, новинка какая-то. Я как-то их в магазинах не видел. Много сейчас разных армянских именно сигарет. Без акциза у нас повсюду продается. Но именно под этим брендом сигарет как-то я не встречал раньше. Через нос идет дым так же мягко, как и в версии слив. Ну, то есть уровень качества идентичен. Основные отличия я вам этих двух версий друг от друга расписал. Так что делайте выводы. И, в принципе, если устраивает формат, если устраивает такая крепость, легкая, то я вам их могу порекомендовать. Потому что, ну, это контраст стоит, они недорого, да. Вот. Остается только ее найти. Поэтому, если где-то вдруг встретите, ну, будете иметь в виду после просмотра моего обзора, что можете взять вполне себе нечеткие сигареты. Как-то так. На этом у меня, пожалуй, все. Спасибо за внимание и всем пока.